здравствуйте тема данного урока вязание французской резинки резинка вяжется не очень трудно имеет ярко выраженную лицевую и изнаночную сторону обратите внимание насколько она разная с разных сторон и сейчас я покажу как ее вязать набираем количество петель кратное 3 плюс 1 петля для симметрии и 2 кромочные получается все равно кратно 3 так первую петлю мы снимаем дальше мы провязываем изнаночную следующие у нас будут задействованы две петли мы провязываем их лицевыми сначала вторую затем первую но вторую мы провязываем за заднюю стенку не снимая провязываем первую петлю за переднюю стенку лицевой и вот только теперь сбрасываем с левой спицы обе петли следующее у нас одна петля изнаночная 2 петли провязываем сначала вторую затем первую лицевой дальнюю за заднюю стенку ближнюю петлю за переднюю стенку сбрасываем обе петли с левой спицы и так провязываем до конца ряда изнаночная 2 лицевые в обратном порядке самом конце предпоследняя петля всегда должна быть изнаночной и последняя кромочная поворачиваем и вяжем второй ряд кромочную петлю мы снимаем дальше у нас идет лицевая петля мы ее провязываем лицевой следующее у нас петли изнаночные мы точно так будем провязывать изнаночные петли и не по порядку а наоборот сначала дальнюю затем ближним провязываем за переднюю стенку вторую петлю дальше провязывая первую петлю немного отодвинуть можно вторую петлю у нас провязана 2 петли на левой спицы получил две петли на правой сбрасываем с левой две петли снова идет лицевая петля провязываем лицевой дальше 2 изнаночные провязываем сначала вторую петлю изнаночной затем первую петлю сбрасываем обе петли с левой спицы и так до конца ряда чередуем 1 лицевая 2 изнаночные изнаночные провязываю сначала дальнюю затем ближнюю вот провязаны два ряда третий ряд это будет точное повторение первого ряда то есть первая петля будет изнаночная дальше 2 лицевые которые провязывают не по порядку а наоборот 2 1 изнаночная 2 лицевые не по порядку четвертый ряд это повторение второго ряда то есть лицевая петля 2 изнаночные провязаны не по порядку вот и весь узор всего два чередующихся ряда и получается у нас такая красивая резинка ну вот и все я рассказала все что нужно спасибо за внимание встретимся на моих новых уроках до новых встреч а